Илона Броневицкая знает о проблеме безнадзорных собак и кошек не понаслышке. Вот уже 10 лет знаменитая актриса и певица является владелицей приюта для животных в Ленинском районе Подмосковья, который стал первой ласточкой в программе ОСВВ. Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду обитания. Теперь же Илона Александровна внедряет ее по всей Московской области. В Одинцовском районе 3 апреля был заключен контракт с благотворительным фондом ГАВ, который готов работать по этой программе. Меньше месяца прошло, отловили порядка 85 животных, что там составляет порядка 80% от общего количества безнадзорных животных, в том числе собак на территории района. По официальным данным в муниципалитете насчитывается полторы тысячи безнадзорных животных, большая часть которых собаки. Зоозащитница Броневицкая уверена, этим цифрам верить не стоит, они условны. Реальное количество бродячих четвероногих определить непросто. Анализ жалоб на портале Добродел эту задачу никак не упрощает. Добродел не отражает объективной картины нахождения животных. Он отражает ее очень отчасти. Потому что если я имею ямку на дороге или грязный подъезд, это да. Собачья стая, которая носится и может быть запеленгована в пяти местах одномоментно. Раз, два, люди, которые, вот у меня совершенно свежее было обращение, там дама пишет, вы меня убейте, я даже мертвая вам буду писать на Добродел, потому что я этих тварей ненавижу. Вот вам Добродел, это злодел, а не Добродел. Неточный мониторинг, недостаточный контроль за службами отлова и отсутствие приютов. Главные причины, из-за которых проблему бездомных животных не удается решить. Каждая собака должна быть в момент отловки чипирована, этот чип должен быть занесен в базу. И тогда мы увидим, как тратятся наши кровные субвенции. И без того огромные, такие большие деньги, они в общем должны налагать ответственность. И я знаю муниципалитеты, где прекрасно этих собак просто мочат, простите, на газоне. Что составляет, в общем, там порцайка детелина рублей 30 стоит, а 9 тысяч за это получают. В Одинцовском районе служба отлова работает по заявительной системе. От оформления заявки до выезда на место обычно проходит 2-3 дня, при условии, что животное не представляет угрозу для людей. Если же оно агрессивно, срок ожидания сокращается до нескольких часов. Программа ОСВВ – это борьба со следствием, а не с причиной. Безнадзорные животные появляются на улицах по вине людей, для которых, цитата экзюперии, мы в ответе за тех, кого приручили, только красивые слова. Пока на законодательном уровне все-таки не решится вопрос необходимости определения ответственности и разрешения полномочиям органам УВД и всем остальным структурам все-таки принимать меры к тем лицам, которые не соблюдают правила содержания животных, наверное, переломить ту ситуацию будет достаточно тяжело. Начинается дачный сезон, и одновременно с ним профилактическая работа с любителями отдохнуть за городом, которые на летние месяцы берут животных под свою опеку, а после отъезда домой возвращают обратно на улицу. Кроме того, об ответственности и безопасном поведении расскажут подрастающему поколению в рамках уроков ОБЖ. Сотрудники полиции, в свою очередь, напомнили об административной ответственности за нарушение правил выгула собак. Выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина которого позволяет контролировать их поведение. Выгуливать собак без поводка и намордника разрешается только на специальных площадках. Для выгула, а также в иных местах, определенных для этих целей органами местного самоуправления. Отдельно на семинаре поговорили о профилактике бешенства. В прошлом году в Одинцовском районе семь животных погибли от этой болезни. Единственный способ не допустить заражения – вакцинация. В государственных ветклиниках сделать прививку от этой инфекционной болезни можно бесплатно. При этом не стоит забывать, что бешенство – угроза не только для животных, но и для людей. Заболеть можно от укуса, от царапины и даже от слюны больного.